Щелковские депутаты провели 21-е заседание Совета. На нем утвердили два документа, определяющих работу местных органов исполнительной власти. Первый – положение о муниципальной службе. В нем прописаны требования к должностям, на которых состоят сотрудники администрации, условия и порядок их работы. Второй документ – положение о порядке управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности. На заседании отмечалась особая значимость этой работы для пополнения бюджета, и потому в документ был внесен пункт, дающий дополнительную возможность контроля за принятием управленческих решений по распоряжению имущества. Мы внесли небольшие изменения даже в представленный, отработанный уже проект на заседании Совета, которые касаются непосредственно информирования Совета депутатов о тех постановлениях, принятых по распоряжению имуществом или передаче в хозяйственное ведение. На заседании также депутаты внесли изменения в порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По ним предложено ввести ставки, которые дают возможность проводить коммерчески более выгодные аукционы и таким образом активнее привлекать финансовые средства от заинтересованных организаций и предприятий. Мы утвердили по рекламным конструкциям определенный порядок расчета стоимости рекламных конструкций для того, чтобы непосредственно получать, во-первых, доход в бюджет и непосредственно для того, чтобы были у нас сами рекламные конструкции, они были органично, вписывались в город и не мешали просто даже глазу, чтобы это все было красиво. Депутаты также утвердили перечень имущества, передаваемого из государственной собственности в муниципальную. Это 18 единиц телекоммуникационного оборудования, используемого для аппаратно-программных комплексов «Безопасный регион». Помимо этого, на заседании была принята к сведению информация о работе депутатских комиссий в первом полугодии. Отмечалось, что заседании проведено 51, в том числе 9 выездных, на них рассмотрено было 168 вопросов местной жизни, по которым принято 57 решений. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.